Время заниматься инженерными системами. В прошлой программе мы рассказали о том, как наладить водоснабжение загородного дома. Но с появлением воды в коттедже остро встает другая проблема. Куда девать стоки? Высокий уровень комфорта в коттедже – это серьезная нагрузка на окружающую среду. Кухня с посудомоечным агрегатом, ванная со стиральной машиной, туалет со смывом, гараж с автомойкой, сауна, бассейн. В совокупности стоки только от одного дома несут в себе массу вредных для природы веществ. Поэтому для коттеджей, предназначенных для постоянного проживания, нужны хорошие системы очистки сточных вод. В пригороде, как правило, отсутствует централизованная система канализации, и владельцу загородной недвижимости приходится самостоятельно решать эту проблему. Здравствуйте! Меня зовут Владимир Пантехин, я руководитель строительной фирмы. Мы с вами уже неоднократно встречались. Сегодня мы будем с вами говорить о системе канализации в загородном доме. О ней мы уже упоминали на этапе строительства фундамента. Сейчас мы более подробнее остановимся о прокладке и о системе канализации в загородном доме. Водоснабжение и канализация – это две инженерные системы, которые сопутствуют друг к другу и постоянно находятся рядом. Давайте поговорим о системе канализации. Для того, чтобы загородный дом также функционировал как и театрное городское строение, строение жилое с теми условиями, в котором мы запасными времени привыкли и уже не можем без них уходиться. Соответственно, и в загородном доме удобно, когда есть душ, когда проложена канализация, есть система обоснабжения, можно использовать в кухне, в туалет. То есть те блага цивилизации, без которых мы просто не можем существовать. Что же такое канализация? Канализация – это система труб, которая позволяет отводить из дома канализационные стоки, которые появляются в бытовой и хозяйственной деятельности человека. Это же опять помыть посуду, помыться в душе, сходить в сауну и так далее. То есть там, где присутствует вода, поступление, ее необходимо после использования куда-то утилизировать. То есть выводить куда-то за пределы дома. Так же, как и в городской системе канализации, система канализации загородного дома работает аналогичным образом. Единственное, она автономная. И, соответственно, с этим имеет ряд каких-то нюансов, на которые мы сегодня обратим внимание. С чего начинается автономная канализация? Нужно определиться, что делать со стоками. Они могут складироваться, перерабатываться или утилизироваться. В настоящее время выбор канализационных систем не очень большой. Это выгребная яма, септик или станция биологической очистки. Старый проверенный способ – выгребная яма. Но он скорее подходит для отвода небольшого количества сточных вод. В противном случае машину, которая освобождает яму, придется вызывать слишком часто. Первая и самая простая – это так называемая выгребная яма. Очень простое сооружение, повсеместно используется. Известно нам с давних времен, уже порядка 60-80 лет, используют в загородном строительстве. Еще при царе Гарахе, скажем так. Что же из себя представляет? Обычная яма, вырыта в грунтах, выложена кирпичом или бутовым камнем. В настоящее время это делается либо из железобетона монолитного, либо кольца, которые используются также при строительстве колодцев. Они и здесь используются для устройства таких вот выгребных ям. Смысл очень простой. Яма, которая герметична, чтобы не попадали циферальные стойки в грунт и не заражали соответственно. Они могут быть закрытого типа, то есть полностью герметичны, где накапливаются стойки, а потом подъезжает машина, опускается шланг, и все это периодически выкачивается. Как правило, раз, два, три, четыре месяца, зависит от того, какой объем имеет данная яма. Естественно, сверху просто крышка и доступ. Ну, не самый технологический вариант в настоящее время. Да и запах не очень приятный от этой ямы. И значительное удаление от дома должно быть по единическому уровню. Мы сказали о закрытого типа. Есть также еще открытые, то есть дна у них как такового железобетонного или герметичного нет, отсутствует. Есть либо песчаная, либо щебеночная подсыпка. Такие ямы имеют быть место, где грунты, потому что пески, и они позволяют фильтровать к изоляционной стоки. И жидкая часть, она уходит, фильтруется, и все, мы забываем. Сверху остается только не жесткая, а часть боли с частичными различными, которые необходимо уже вывозить специализированные машины. Септик представляет собой подземный отстойник, состоящий из нескольких камер. Через них последовательно протекают сточные канализационные воды. Септик устанавливается под землей. При запуске системы необходимо поселить бактерии для более плавной работы и более длительного срока службы очистных сооружений. При правильной эксплуатации септик нужно очищать один-два раза в год. Что же такое септик? Это система очистки каскадного типа. Очень простая, надежная, долговечная и не требует больших коэффициентных затратов после его устройства. Что они себе представляют? Это ряд емкостей. Как правило, это три емкости, которые установлены последовательно друг за другом и соединены между собой трубопроводы диаметром 100 мм. Что же происходит? В первой емкости происходит слив и сбор первоначальный. В этой же емкости происходит осадочное явление. Более тяжелые частицы оседают. И через трубопровод в другой уровень переливаются более джинские части. Где, в свою очередь, та же происходит следующий этап отстоя и фильтрации. И непосредственно уже в последнюю емкость, в самой жидкой, практически вода перетекает. Которая уже после последней системы очистки, после последней емкости, выводится наружу через трубу. Так называемая поля фильтрации. Это участок порядка 30-40 квадратных метров, где в определенном порядке укладываются трубы с дренажными объектами. Засыпаны щернем, песком, чтобы не забивалось данное поле. И через эти трубы вода с мочеком попадает в грунты, где распределяются и, в принципе, метроизуется естественным путем. Единственный недостаток этой системы в том, что эти тракционные поля необходимо раз в 5-6 лет обязательно заменять. Потому что они заиливаются и перестают работать как таковые. Нужен уход с периодичностью 6-7 лет. Обязательно нужно производить ремонт вот этих полей. Ну, естественно, поскольку в емкостях происходит каскадная система очистки, в каждой емкости остается осадок какой-то, который также через какое-то время нужно утилизировать. Утилизировать это тем же способом. Вызывается машина, откачивается емкость, освобождается. И раз в полгода вот такая операция необходима производить. Ну, почему раз в полгода? Ну, это усредненно. Потому что емкости большие. Если там по 3, по 4, по 5 кг, естественно, гораздо реже нужно производить данные операции. Но производить всё равно необходимо. Осадок сточных вод в септике скапливается на дне емкости. Там осевшая грязь подвергается процессу брожения, причём без доступа кислорода. Брожение нечистот происходит с помощью особых бактерий, находящихся в бытовых сточных водах. Качественный септик позволяет провести разложение органических загрязнений воды и осаждение механических примесей без ущерба для человека и окружающей среды. Во время осадочных явлений и перетекания из одной ёмкости в другую работают бактерии. То есть в воздухе, в окружающей среде всё равно присутствуют бактерии, которые разрушают продукты жизнедеятельности человека, продукты биологические какие-то. Эти бактерии в этих септиках производят разрушение в виде осадка ила. Оно оседает на дне этих ленивостей и потом всё это утилизируется. И вода, в принципе, очищенная, выходит на 90-95%, которые, в принципе, при большом желании даже можно будет использовать при упаковке. Материалы могут быть разные, принцип один тоже. Выбирать ёмкости производителя – это дело уже каждого, индивидуальное. Опять же, нужно просто познакомиться, и каждый из производителей что-то скажет. Своё хорошее о своей системе. Другой способ очистки стоков – станция глубокой биологической очистки. Такие установки заводского изготовления не зависят от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Важнейшее достоинство таких установок – не надо вызывать осенизационную машину и не загрязняется участок. Аэрационные станции глубокой биологической очистки, в отличие от септиков, не накапливают загрязнения, а осуществляют очистку, которая достигает 98%. Они достаточно компактные, занимают очень много места, очень быстро перерабатывают продукты жизнедеятельности человека. И на выходе чистота воды, которая выходит в окружающую среду, в грунты, на 98-99,5% они поддержаны очистке. То есть вот этой водой однозначно уже можно пользоваться, ну, если не руками, то, по крайней мере, заниматься поливом огорода, поиспользовать её на вторичных каких-то целях, очень даже, даже в бассейнах её можно использовать. Ну, не бассейнах, а в прудах. Станция биологической очистки. В связи с тем, что используются микробы, которые образуются или используются при разложении кислород, как называют аробные бактерии, почему они называются станцией глубокоэкологической очистки, дополнительно подается кислород в ту смесь, которая поступает из дома, в какую-то ёмкость сборную, всё это бурлит, вода насыщается кислородом, бактерии, которые аэробные там существуют, они размножаются, колонии огромные, получается, они очень быстро перерабатывают всю эту жидкость, всю эту гадость любую, и в итоге опять получается нейтральный ил, так называемый, который тоже нужно будет со временем удалять, раз где-то в год, раз в полтора года. Это незначительное количество, там, 3-4-5 лёдер, как правило. Вот. То есть чистота, быстрота и объёмы, которые необходимы при строительстве, земляные работы, они гораздо меньше, чем те, которые нужно производить при сооружении сеттиков, каскадных типов. Минус только в том, что там требуется подведение электричества, то есть воздух, который насыщается средой биологическим, она требует, чтобы её каким-то образом было исправлено. Для того, чтобы кислород попадал в эту среду, используется комплекция. Они очень качественные, как правило, производятся, как правило, даже при том, что значительное количество производителей российских сейчас производят такие системы биологической очистки, всё равно комплектующие, как правило, импортные. Они надёжные, гарантия небольшая. Естественно, тоже нужно следить за техническим состоянием этих компрессоров. Но самое главное, что им нужно электричество. Небольшое, они очень экономичны. То есть компрессор потребляет не больше 100 Вт, то есть как лампочка горит. Но при этом в загородных домах, где неустойчивая поддача электричества, при отключении больше, чем на 10-19 часов, может произойти, во-первых, перелик. То есть станция имеет, конечно, ёмкость какую-то для сброса в течение вот этого периода времени, но она не бесконечна. И если не будет работать компрессор, если не будет электричество, она заполнится всё. И, соответственно, если не будет работать компрессор, они будут поступать в воздух. То есть микробы, которые разрушают и перерабатывают, очищают конституционные источники, они поднимут. Процесс биологической очистки следующий. Бактерии разрушают органические вещества. Бактерии используют эти вещества как источник питания. В процессе дыхания микроорганизмов вредные органические вещества окисляются, и происходит их распад на безвредные. Ну, вот здесь мы с вами можем воочию наблюдать систему биологической очистки. То, о чём мы с вами раньше говорили. Очень простая система. Ящик, куда монтированы компрессора, которые подают воздух вот непосредственно в ёмкость. Она герметичная, закрывается крышечкой, не требует никаких условий дополнительных по обслуживанию, лишь бы было закрыто, не попадали атмосферные осадки. Соответственно, к системе биологической очистки подведено электричество. Компрессора включаются через розеточку и постоянно работают. И непосредственно сама ёмкость. Здесь мы видим только её верхнюю часть с крышкой. Там она разделена на три или на четыре отсека. Система переливания, система шлангов, которые подаёт воздух, которые насыщают саму жидкость, приводит к тому, что происходят биологические процессы бурные. И в итоге практически чистая вода уходит в систему дренажа. Ну, вы видите, что зима, на улице холодно. Могу сказать, что температура окружающего воздуха минус 22 градуса. При этом вода не замерзает. Вы видите даже испарение, изморозь. Но при этом система работает очень хорошо. Канализация для загородного дома – сложная система, с устройством которой могут справиться лишь опытные профессионалы. Первый шаг – это проектирование канализации. Под этим понятием понимается проведение расчётов, которые учитывают тип выбранных труб, уклоны трубопровода, объём источных вод. Прокладка и монтаж канализации загородного дома осуществляется по утверждённому проекту. Для того, чтобы система заработала, обязательно делаются выпуски. Как мы говорили ранее, выпуски закладываются при устройстве фундамента. То есть гильзы закладываются, чтобы трубы можно было провести. Если мы делаем железобетонную плиту, то все трубы под плитой заранее проводятся, выводятся наружу, чтобы ими можно было пользоваться уже сверху, внутри помещения. Для того, чтобы система заработала, нужно соединить систему внутренней канализации и наружную труба, которая должна подсоединяться либо к сертикам, либо к выребной яме, либо к санксидологической очистке. Труба прокладывается для наружных работ, они существуют, используются повсеместно. Чем дальше от зданий находятся такие системы очистки канализационной, тем больше уклон, то есть на большую глубину приходится заглублять трубы. Потому что всякие системы канализации, как правило, используют принцип самотёка. Разводка системы панамэкту. То есть к каждому потребителю, то есть либо это сантехимическая ракуна, либо унитаз, либо душевая кабина, проводятся трубы пластиковые специальные для фановых труб. Они так называются фановые трубы. Они имеют различного сечения диаметра. Все эти трубы стандартизированы. Это, как правило, 100 мм, 50 мм, 32 мм. И в зависимости от того, какой потребитель, туда просто труба подводится. Все трубы, они сборные. Они имеют так называемую часть папы и мамы, друг к другу вставляются, имеют резиновое уплотнение. И поскольку система безнапорная, там не надо таких жёстких требований по герметизации, чтобы не происходило утечки. Достаточно грамотно собрать, чтобы не было перекосов, и система будет работать. Схема канализации загородного дома работает в несколько этапов. По домашним трубам отходы перетекают в трубы дворовые. Оттуда сточные воды направляются в локальные очистные сооружения. Яму, септик или станцию биоочистки. Разводку труб в доме монтируют, когда здание уже построено, и идут внутренние отделочные работы. При прокладке инженерных систем канализационных внутри дома используются современные лёгкие полиэтиленовые трубы, безнапорные, либо чугунные. Но, как правило, чугунные дорогостоящие, тяжёлые, и в последнее время от них отказываются. Их выпускают ещё, поскольку в советское время они использовались и где-то используются для ремонта. В основном это безнапорные полиэтиленовые трубы. Для наружной канализации используется более стойкий и дорогостоящий материал, тех же размеров, тех же имеется в виду 100 мм, диаметром 100 мм. Но они рыжего цвета, именно предназначены для укладки не внутри помещения, а снаружи. Если говорить профессионально о жильзобетонных, металлических, чугунных трубах, сейчас в загородном строительстве они не используются. Систему канализации загородного дома можно с полным правом назвать самым жизненно важным для загородного дома. Сегодня канализация – это комплекс оборудования и инженерных сетей, которые обеспечивают очистку сточных вод или взрос вычистные сооружения. Как эксплуатировать эту непростую систему? При эксплуатации канализации загородного дома, во-первых, необходимо предусматривать ревизионные лючки, чтобы в случае экзоосора можно было иметь доступ к коммуникациям, прочистить и спокойно жить дальше. Естественно, запрещается, как и при эксплуатации любой канализационной системы, использовать и выливать туда тряпки, какой-то бытовой мусор, просто засорить систему, и вы будете иметь очень большие неприятности и затраты по устранению. Далее. Необходимо отметить, что поскольку мы используем локальные сооружения, такие как септики, такие как станции биологической очистки, там есть определенные условия эксплуатации, поскольку это бактерии, бактерии могут погибнуть, если использовать неправильно, если используется очень много химии, если выливать туда какие-то кислоты, если пользоваться сильно действующими стиральными порошками или моющими средствами. Поэтому прежде чем эксплуатировать, нужно проконсультироваться с специалистами тех систем очистки, которые вы используете. Соответственно, когда планируется устройство станции биологической очистки, нужно предусмотреть либо какой-то генератор, чтобы был источник электроэнергии, который бы позволял автономно и длительно работать, если есть перебои с поступлением к энергоснабжению. А септики хороши тем, что они автономны, они не требуют подачи электрического, и без энергоснабжения самостоятельно работают. Им не нужен воздух, им не нужна подача электрического. То есть они работают и работают. И минус только в том, что достаточно трудоемкая система очистки фильтрационных полей, которые, как я уже говорил, раз в 6-7 лет обязательно нужно будет скрывать, заменять щебенку, заменять песок, снова укладывать. То есть это земляные работы. И если, как правило, эти фильтрационные поля, они находятся в глубине метра, метра двадцать, свежую газону устроенную, то есть в 6-7 лет человек живет спокойно. А потом нужно будет затрачивать средства, вскрыть, поменять, снова засыпать, снова благоустройство заменять. Канализация загородного дома – неотъемлемая часть строительства. Современный человек уже не может представить себе жизнь без привычных удобств – ванная, туалет, кухня. Вот почему наличие таких инженерных систем, как система отопления, горячего и холодного водоснабжения, стало неотъемлемым атрибутом современного загородного дома. Но при отсутствии еще одной системы канализации, сточные воды сразу же образуют проблему. И решить проблему очистки сточных вод коттеджа или загородного дома поможет оборудование локальной канализации. Что же нужно знать перед началом строительства? Выгребная яма – самый дешевый вариант, но не подходит для большого объема сточных вод. Септик – работает автономно, но требует регулярной очистки. Станция биологической очистки – самая эффективная очистка канализационных стопов, не может работать без электричества. Канализация – сложная система, требуется проект. Для правильной работы канализации требуется профессиональная разводка, трубопровода.